Сегодня при температуре почти минус 20 градусов продолжили строить западный обход Омска. В дни, когда техника пристывает к земле, а почва уже хорошо промерзла, в 30 километрах от города снуют грузовики с асфальтом. Дорожным рабочим остается пройти всего 300 метров до сдачи 20-километровой дороги. Репортаж Евгения Нефанова. Ровно два месяца назад эту развязку ввели в строй. И тогда, перерезая красную ленточку, губернатору пообещали сдать весь западный обход. К концу октября. Однако на дворе уже практически середина ноября, на улице минус 16 градусов, а работы до сих пор идут. Эту развязку открывают при вечернем свете фонарей. За несколько дней до важных губернаторских выборов. В атмосфере хорошего настроения звучат честные обещания. Максимальный срок, который установлен, это 31 октября. Но мы сейчас поговорили с генеральным подрядчиком. У нас есть такой праздник. День работника дорожного хозяйства. Максимальный срок говорит, что надо к этому празднику открыть. А он через 10 дней, да? Нет, 3 воскресенья октября. 3 воскресенья октября? Жалко. Это уже через 10 дней. Но не через 10 дней, ни в 3 воскресенья октября, ни 31 октября. Западный обход не открыт до сих пор. Он строится, чтобы связать трассы на Новосибирск и Тюмень, чтобы большегрузы объезжали город. Деньги выделяются из федерального бюджета к 300-летию Омска. И еще летом директор подрядчика заявляет, все сделаем вовремя. Задача поставлена, мы ее обязаны просто выполнить в установленные сроки с хорошим качеством. Так что проблем никаких нет. Однако осенью проблемы появляются. Чиновники и строители зря надеются, что мешающий стройке трубопровод удастся перенести быстро. Переговоры, а затем и работы сильно затягиваются и завершаются только сейчас. И вот результат. В дни, когда от яркого солнца блестит снег, по западному обходу снуют камазы с асфальтом. По этому асфальту не проехала пока еще ни одна машина. Его укатали буквально вчера, несмотря на жгучий мороз. Строители говорят, что возможно весной им придется переделывать. А сейчас они очень торопятся к 20 ноября. Весь процесс укладки смеси в мороз выглядит точно так же, как и в жару. Смелые строители выкладывают поочередно два слоя, ровняют и укатывают поверхность. Это вот коротко. Все припит. Другая смеси. В минус 20 градусов, да с таким энтузиазмом. Дорожный рабочий говорит о технологии загадками. Это технология. Там говорят, что сделают. Поплывет ли такая дорога в следующем году, покажет время. Однако дорожники уже сейчас говорят, возможно, все. Переделывать. Мелких работ тоже предостаточно. Недалеко от Александровки в снегу мерзнут опоры. Напротив Федоровки ожидают участи центнеры глинозема. И здесь работ тоже на несколько дней. Качество работ на западном обходе по контракту проверяют специалисты омской организации «Союз Дорнии». Однако результаты тщательно скрывают. Вы заказчиком звоните, он даст распоряжение. Я вам все сяду, объясню, покажу. Если он не даст распоряжение, значит, ничего не расскажу. У нас соглашение о конфиденциальности. Если все технологии выдержаны верно, специалисты Калачинского ДРСУ вполне могут претендовать на премию строителей года. Асфальтировать при минус 20 в области до этого еще не удавалось. Евгений Енифанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7.